Самые юные участники пожарно-спасательного спорта собрались для участия в первенстве Солигорского района. 24 учреждения образования Солигорского района представили по одной команде, в которой два мальчика и две девочки от 2009 года рождения и младше. Соревновались ребята за прохождение в сборную команды Солигорского района и участие в областных соревнованиях. Для них это первые соревнования, первый опыт, поэтому испытания были несложными. Преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Я занимаюсь пожарным спортом только недавно начала. Из 100% на 64% я волнуюсь. Я не знаю, какие испытания, но мне кажется, для меня будет сложно забраться по лестнице. Нам предлагали в школе, я заинтересовала, думала, ну, пойду попробую. Солигорские спортсмены побеждают не только на областных и республиканских этапах, а также занимают призовые места в международных соревнованиях и чемпионатах мира. Поэтому пожарный спорт – отличная возможность стать мировым чемпионом. Конечно, в первую очередь это физическое развитие детей. Дети будут отвлечены где-то от других плохих мероприятий, которые могут с ними происходить. Да, спорт, вы сами знаете, это и воля, это и формируется личность, у них есть какое-то стремление в будущем достичь чего-то, люди ставят перед собой цели. Ну и, соответственно, в дальнейшем, может быть, из этих детей, которые здесь присутствуют, вырастет и чемпион мира. Оценивали как личный результат, так и общекомандный. В общекомандном зачете победу одержали средняя школа номер 10. В личном зачете среди юношей первым стал Арсений Гречиха из пятой школы. А среди девушек – Маргарита Василевская из гимназии номер 2. Победителей возьмут в сборную Солигорского района. Спасибо. Спасибо.